Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос скромного инкогнито. Он написал нам, сын спросил, почему у людей кровь красная, а у насекомых крови нет. Ну, действительно ли это так? Давайте попробуем разобраться. Ну, надо сказать, что у нас с вами, как и у других позвоночных животных, есть кровь, она действительно красного цвета, и связано это с тем, что в нашей крови есть специальный пигмент, называется это пигмент гемоглобин. Нужен он для того, чтобы от наших легких по всем клеточкам нашего организма переносить кислород, потому что нашему организму он необходим совершенно для дыхания и для всех процессов, и забирать и удалять из организма углекислый газ, который является продуктом обмена. Наш гемоглобин находится в особых клетках, называются клетки эритроциты, они напоминают красные диски и, наверное, чем-то похожи на крышку этого стола. Вот благодаря этим клеткам как раз мы можем с вами на самом деле дышать, не только благодаря легким. А что же у насекомых, действительно ли у них нет крови? Да, сын совершенно прав, крови у насекомых нет, потому что та жидкость, которая присутствует в их организме, называется не кровь, а гемолимфа. В чем же отличие? Если в крови есть специальные клетки, например, эритроциты, о которых мы с вами уже говорили, то в гемолимфе специальных клеток крови нет. Пигменты, которые переносят кислород, они просто находятся, молекулы этих пигментов находятся непосредственно в жидкой части гемолимфы. Как ни удивительно, на самом деле, кровь может быть не только красной. Это мы с вами привыкли, что кровь красного цвета. На самом деле, кровь может быть самого разного цвета. Например, голубая, фиолетовая и даже зелёная. Как такое может быть? Всё дело в том, что цвет крови зависит от цвета пигмента, который является переносчиком кислорода. Если у нас с вами это гемоглобин, то так не у всех животных. Есть животные, у которых, например, совершенно другой пигмент переносит кислород в организме. Например, есть такой пигмент, называется он гемоцианин. Он есть у многих беспозвоночных животных, в частности, у ракообразных, у пауков, у осьминогов, кальмаров и некоторых других моллюсков. Благодаря этому пигменту кровь приобретает голубой цвет. Почему? Дело в том, что если в нашей крови присутствует окисложелезо в нашем гемогломине, то в этом пигменте вместо железа содержится соединение меди. Поэтому кровь, насыщенная кислородом, вернее, гемолимф, насыщенная кислородом, у этих животных имеет очень красивый голубой цвет. Есть такое выражение у людей «голубая кровь». Так говорили про аристократов. Почему так говорили? Считается, что у аристократов такая должна быть светлая белая кожа, через которую просвечиваются кровеносные сосуды. И эти сосуды действительно такого через кожу, кажется, нам голубоватого цвета. Хотя на самом деле наша-то кровь с вами красная. Но теперь вы знаете, кто настоящие аристократы в животном мире. Это животные, у которых в гемолимфе содержится пигмент, содержащий медь, и называется он гемоцианин. Есть животные, у которых кровь зелёная. Их пигмент тоже содержит железо, но другое его соединение. Зелёная кровь, например, у кольчатых червей, у некоторых видов пиявок, а также у некоторых морских беспозвоночных. Есть животные, у которых кровь розово-фиолетового оттенка. Их пигмент называется геморитрин. И такая кровь, например, у плеченогих. Что это за плеченоги? Это животные, очень древняя группа животных. Большая часть видов из этой группы, к сожалению, вымерла. Они очень хорошо знакомы палеонтологам. Если вам интересно, вы можете задать этот вопрос Ярославу Попову, и он ответит на нашем канале. Что это за удивительные существа и какие особенности у них есть, чем они их отличают от моллюсков. Потому что, действительно, их многие путают с моллюсками, поскольку их тело тоже сверху покрыто раковиной. Но устроение раковины совсем не такое, как у моллюсков. Так что, оказывается, во-первых, когда действительно кровь есть у нас, у беспозвоночных, в том числе и насекомых, гемолимфа. Кроме того, мы с вами выяснили, что она может быть разного цвета в зависимости от пигмента, который переносит кислород. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание. Присылайте нам свои новые вопросы и не забывайте писать их в комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить нам свои лайки. Мы будем вам очень благодарны и всегда рада встрече с вами в музее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok